Здравствуйте! С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. Польша снова локдаун. Вся страна находится в красной зоне. Во время пандемии Польша выдала почти полмиллиона разрешений на работу для иностранцев. 70% были предназначены для граждан Украины. Спасательная процедура культурных заведений. Как музеи Врослова справляются с пандемией? С апреля в Польше начнется государственная перепись населения. Мигранты как часть польского общества участвуют в переписи. Новый ДТП автобуса с украинцами в Польше. Погиб водитель и пострадали 5 пассажиров. А теперь подробнее. В Польше снова введен локдаун. До 9 апреля в Польше закрыты отели, ограничена деятельность торговых центров, закрыты культурные и спортивные объекты. Министр здравоохранения просит работодателей ввести для работников дистанционную форму работы, чтобы ограничить распространение вируса. С начала недели школа отправляется на дистанционное обучение, но детские сады и ясли работают в нормальном режиме. Министр добавил, что если заболеваемость будет расти, скорее всего не избежать усиления ограничений. Сложная ситуация, связанная с COVID-19, требует ограничения нашей социальной активности, к сожалению, и во время Пасхи. Если мы хотим вернуться к допандемическим временам, мы должны нести ответственность. Нам следует подумать, не стоит ли во время каникул ограничить контакты только с кругом ближайшей семьи, а любые встречи переносить на другое, более безопасное время. Многое зависит от нас самих. Давайте позаботимся о себе и своей семье. С введением очередного полного локдауна, польские правоохранители также начали еще более тщательно проверять людей, не нарушают ли те правила. Так что будьте внимательны и соблюдайте карантин, чтобы не попасть в просаг. В Польше новые ДТП автобуса с украинцами. Погиб водитель и пострадали 5 пассажиров. В ночь на понедельник 22 марта возле населенного пункта Кашица автобус с 10 пассажирами слетел с автострады и перевернулся. Авария произошла около полуночи. Рейс в Рослов-Черновцы завершил свой путь в Овраге. По предварительным данным полиции водитель автобуса не справился с управлением. Он погиб на месте. Пассажиры получили многочисленные травмы конечностей. Как сообщил нашему порталу генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, одна пассажирка находится в критическом состоянии. Ей 74 года. Мы также связались с перевозчиком. Однако он отказался от предоставления комментариев. С апреля в Польше начнется государственная перепись населения. Мигранты как часть польского общества участвуют в переписи. Опрос будет проходить в форме онлайн-анкеты. Форма вопросов будет подстраиваться под каждого пользователя индивидуально на основании его ответов. Для иностранцев будет специальный дополнительный ответ «не знаю ответа на вопрос». Кроме специальных вопросов для иностранцев, необходимо будет ответить на вопрос о родственных связях, о вашем проживании в Польше и дать ответы о вашем жилье. Начало 1 апреля 2021 года. Полученная информация позволит понять демографическую ситуацию в стране, социальную структуру населения и позволит определить, сколько же иностранцев находится в Польше. По данным Министерства развития труда и технологий, с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года в Польше было выдано более 420 тысяч разрешений на работу. Из них 72% были предоставлены гражданам Украины. Больше всего работников нанимали в Мазовецком воеводстве, а также Великопольском и Селесском. Как отметил Еремей Мордасевич, советник правления конфедерации Левитан, в Польше очень нужны иностранные специалисты. Кроме того, здесь для них относительно привлекательные зарплаты. Как указывает Управление коммуникацией Министерства регионального развития, на миграцию украинцев в Польшу влияют действия для облегчения пребывания и работы. За последние годы было предложено много решений в этой области. Они включают продолжение максимального срока пребывания, единых разрешений на проживание и работу, введение безвизовых въездов для владельцев биометрических паспортов и изменения в систему декларирования в 2018 году. Наибольшее количество разрешений на работу, выданных украинцам, касается строительной отрасли, а также промышленной переработки и транспорт. 2020 год сорвал многие культурные планы. Музеи остаются в неопределенности с введением ограничений. Ситуация означает, что многие выставочные проекты, строившиеся месяцами, пришлось заморозить, отложить на неопределенное время. Это чувство при остановке побудило кураторов павильона «Четыре купола» взглянуть на коллекции музея. В этом и заключается идея выставки под названием «Обход, пандемическая выставка». Байпас сугерует, что является таким отнесением до термина медичного, то есть до забега, который ратует жизнь. Створяет новую стежку, позволяющую помповать кровь в нашем организме. И так немножечко эта выставка функционирует, позволяющая помповать кровь, энергию и высылающая сигнал, что что-то происходит в музею. Что музею живет и есть открыт для звездных. Эта презентация является своего рода дополнением к постоянной коллекции, представленной в павильоне «Четыре купола» и демонстрирует ряд чрезвычайно интересных явлений и творческих личностей, которые не могли быть представлены на основной выставке. Клавиша выбора проста и основана на алфавите, то есть от буквы «А» до «Ж» и «Четности». Поэтому были выбраны работы художников, представляющих различные дисциплины и направления из богатой коллекции. Этот художественный паноптикум кажется очень интересным и целебным. Он раскрывает ряд редко выставляемых работ, в том числе работы зарубежных художников, значительный ансамбль которых находится во Врославской коллекции. В выборе экспонатов был поддержан баланс между всеми дисциплинами, так что есть и живопись, скульптура, различные формы графики, фотографии, видеоарт и инсталляция. К сожалению, на данный момент из-за вновь введенного локдауна выставка закрыта. Но надеемся, что после улучшения ситуации в стране жители и гости Врослава смогут посетить и насладиться необычной коллекцией. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться.